Тульская ривьера На территории Тульской ривьеры планируется разместить высотный деловой центр, международный выставочный комплекс, здание спортивно-развлекательной инфраструктуры, парк, пляж, четыре жилые микрорайоны и другие объекты. На возведение всего комплекса инвесторы выделяли 10-15 лет. Однако из-за кризиса удалось построить и ввести в эксплуатацию пока только гипермаркет линия. Возведение других объектов было заморожено. Начали было 10 гектаров территории застраивать жилыми домами малоэтажности, но на прокладку сетей водоснабжения и водоотведения нужно порядка 8 миллиардов рублей, которых у инвесторов проекта пока нет. Впрочем, на заседании штаба по развитию города встал вопрос, а нужно ли вообще вкладывать деньги в эту территорию? Это было отрицательное заключение на строительство. Один вопрос, что выше, на абсолютной отметке находится тула Чермет в Анадии, которые сейчас разделились, крупное предприятие. В начале 30-х годов начали строительство Чермета, не было кривомочей. Правильно мы сделали, не надо было идти в направлении тула Чермета. Пример таков, что Сесвятское кладбище от, примерно, Пролетарского моста находится выше 40-45 метров. Комбайнер, ДК комбайнерного завода, это, примерно, тоже 50 метров. В общем-то, это, как бы, это труба, все называют, почему труба называют, но это склон, который идет вот с двух сторон, в овраге находится все. Очень много выбросов, которые происходят в строительство Чермета, в этом направлении не поднимается вверх, а опускается вниз. Это все равно, что туман идет вот по обзару. Словом, строить в этом месте нельзя, пока не решен вопрос о снижении выбросов на предприятии. Ни тогда, ни сейчас не была проведена грамотная экспертиза данной территории, подытожили экологи. Их отрицательное мнение о проекте полностью поддерживает еще один эксперт. Попово-болото, юго-восточный микрорайон, находился много десятков лет в пятикилометровой санитарно-защитной зоне Попово-Ул-Черемена. И когда мы делали проект, еще в Товский граждан-проекте, еще в советские времена и в постсоветские времена, экологи обнаружили всю таблицу Менделеева и было принято решение о полном рекультивации почвы. Уже более пяти десятков лет на эту территорию летят по розе ветров вдоль Упы, летят все выбросы и летели. Данная территория, на самом деле, объективно является одной из самых неблагоприятных территорий в Тове. Тем более для строительства какого-то жилого образования. А этот земельный участок просто потребует огромных капитальных затрат на обеспечение инженерной и энергетики для этого участка. Дальше для проведения тех или иных экологических мероприятий. И по определению цена метра квадратного, например, будет значительно выше, чем цена на западе, или на севере, или на юге нашего города. И при этом жители получат квартиры с видом на НПО Тулу-Чермет. Видимо, там планируется заселять этот микрорайон злостными неплательщиками алиментов и неплательщиками за квартплату. Остается добавить, что соседствовать Тульской ривьере предстоит не только с Тулу-Черметом, но и с тремя городскими кладбищами. Видимо, для того, чтобы народ заранее готовился, привыкал. Елена Хворостенко, Алексей Веселкин, Теле Тула.